Вот как раз интересуются тобой и другими ребятами. Хотят твою лодку. Видно долги где-то. Давай я судебным приставам трубочку передам. Всех судоводителей, несмотря на то, что их здесь больше двухсот, знают в лицо. А тех, кто постоянно не платит за стоянку, тем более. Поэтому, когда на лодочную станцию пришли судебные приставы и инспекторы ГИМС, найти должников не составило труда. Мы обозначили, выявили, определили, где стоит это судно. Но нашли в первую очередь владельца. Была большая предварительная работа. Мы прошли по всем базовым стоянкам, где сегодня могут отстаиваться и храниться наши маломерные суда. Ну а также посмотрели владельцев и за пределами города Череповца. Совместный рейд ГИМС и службы приставов прошел в Череповце впервые. На лодочной станции в Заречье удалось обнаружить имущество, лодки и моторы шести должников. Причем любые судна, как на полову, так и давно стоящие на суше, могут пойти в счет уплаты долгов. Это налоги около 15 тысяч рублей, алиментные платежи 88 тысяч рублей, в пользу кредитных организаций 42 и в пользу физических лиц 215 тысяч. По одному аресту, там где в пользу физических лиц, там задолженность оплачивается частично, уже оплачивается. Но, тем не менее, этого недостаточно. Было принято решение для составления актописи ареста. По второму, там где есть связь, там должник подойдет завтра с оплатой 42 тысячи в пользу кредитной организации. С двумя должниками приставы смогли связаться по телефону, и череповчане пообещали принести деньги в службу. На остальные три плавсредства, а также лодочный гараж наложили арест. Судовладельцам запретили не только какие-либо регистрационные действия с судами, но и выход на них в акваторию. Лодки должников пока остались на ответственное хранение на станции. Проходная, чтобы по земле не вывезли, там будет вязать список запретов на вывоз. На водном посту проходная на воде, там повесим запрет на выезд. В будущем специалисты планируют продолжить такую практику взыскания долгов с неплательщиков. Причем не только в Череповце, но и на водоемах за пределами города. Анастасия Хаткова, Анатолий Холин. Новости. Продолжение следует...